Просьба медиков выполнена. В медучреждение Край отправились 20 скорых и 77 машин для неотложной медпомощи. Но прежде весь новенький автопарк собрали на площади Сахарова. Даже визуально масштаб очевиден. К каждому автору, руководителей поликлиник и больниц уже определено свое предназначение. К примеру, одна из двух новых машин 14-й городской будет обслуживать вызовы поселков Спутник и Авиатор. Это особенно актуально сейчас, в период возросшей заболеваемости ОРВИ. Они будут обслуживать и взрослое, и детское население. Спутник и Авиатор активно разрастаются, увеличивается и численность населения. На данный момент это порядка 7 тысяч. И достаточно большой зоной обслуживания. Это уже не первое вручение машин в этом году. Крупную партию распределили по районам еще весной. Тогда туда отправили 48 скорых и 15 передвижных ФАПов. До конца года для медиков планируется приобрести еще пять машин. Тем временем Заренский, Троицкий, Целинный, Чережский и Кытманский районы получили новые школьные автобусы. Виктор Томенко подчеркнул, что по сути задача всех, кто собрался на площади в Барнауле, делать жизнь людей Алтайского края лучше, интереснее и богаче. И двигать таким образом развитие нашего региона вперед. Ну а чтобы вперед двигаться чуть побыстрее, можно пересесть на автомобиль. После вручения техники, небольшой осмотр машины, слова благодарности от руководителей учреждений. Главное тут тепло. Все-таки у нас в основном зимний период. Тепло, чтобы было и надежно ехать. Очень удобно от родителей, детей огромное спасение. Новыми авто будут пользоваться врачи, сотрудники соцзащиты школы. А это значит, что время ожидания медиков сократится. Школьники будут ездить на комфортабельном транспорте. Да и сотрудники соцзащиты станут чаще посещать своих подопечных. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.